Сургутским дачникам пообещали обновить электрические сети до 2025 года. Проблема некачественной подачи электроэнергии в ДНТ города стоит очень остро уже несколько лет. Из-за перебоев техника выходит из строя, а короткие замыкания из-за изношенных сетей нередко приводят к пожарам. В одном ДНТ линии уже поменяли. Сколько средств потребуется на обновление и когда сетевики смогут вернуть деньги, расскажет Евгений Неупокоев. В дачных кооперативах Сургута меняют электросети. Уже несколько лет люди, прописанные в ДНТ, рискуют лишиться своих домов. Изношенные сети не выдерживают нагрузки и часто происходят аварии, что приводит к отключениям и коротким замыканиям. На данный момент в муниципалитете действуют три сетевых компании. Самым крупным игроком является компания ЮТЭК, которая взяла на обслуживание половину дачных кооперативов. А это почти 15 тысяч участков. Мы получили совсем другую сетевую структуру. И сегодня мы делаем ревизию, не видя потребности, она понятна в большинстве случаев, потребности, что здесь надо это сделать. Вопрос сейчас возникает, как сделать, в какие сроки, за какие деньги. В связи с тем, что у нас три оператора в городе работают. И у каждого оператора сегодня разрабатываются дорожные карты, тоже мы уже поставили задачу. Именно руководствуясь тем подходом, о котором я ранее сказал. Даже если мы уходим в завтра и в послезавтра, наши земляки, жители должны понимать об этом подходе. Полную модернизацию электросетей в 44 дачных кооперативах города ресурсники пообещали закончить в 2025 году. На данный момент модернизировались сети в 26 кооперативах, таких как «Летние юрты», «Транспортный строитель», «Витамин» и «Виктория». И еще в пяти работы планируют закончить до конца года. Как говорят представители компании «ЮТЭК», работа ведется просто колоссально. Доставшиеся им сети, как правило, изношены на 80-90%. Для их замены по подсчетам экономистов потребуется около 600 миллионов рублей. И это достаточно длинный рубль. Окупаться работы будут десятилетиями. Вопрос есть выгоды, есть вопросы социального значения. Потому что все-таки сетевая компания, являясь субъектом естественного поля, она обязана обеспечивать передачу электрической энергии до каждого югорчанина в данном случае в нашем. И неважно в каком состоянии, не ветком или не ветком, мы должны эту работу сделать. Соответственно, в затраты сетевиков идут не только монтажные работы и материалы, а также проектирование. Ведь нужно точно рассчитать мощность, чтобы ее хватило на все дачные участки и не происходило перебоев в поставке. Со стороны дачников необходимо лишь одно – выбрать на общем собрании сетевую компанию, с которой они будут работать, а после заключить индивидуальный договор. Ну, жили очень тяжело в процедуре электричества. То есть нагрузка большая, дома большие, новая застройка. То есть кооперативы те старые, которые там еще худо-бедно как-то справлялись, а у нас нагрузка превысила, то есть если я один, потреблял там за пять кооперативов. То есть проблема была серьезная. То есть решили на общем собрании передать свои сети им на баланс с целью дальнейшей реконструкции. Как только сетевики взяли на баланс данный кооператив, тут появилась новая высоковольтная линия и две трансформаторных подстанции. Специалисты говорят, этого с лихвой хватит, чтобы обеспечить дома бесперебойной подачей электроэнергии. Кроме этого, избежать аварийных ситуаций. Единственное, что осталось, покрасить опоры. Но к этим работам сетевики приступят в самый последний момент. Евгений Неупокоев, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра-Сургут».